Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Отпуск Татьяны Владимировны, улетевшей в Владивосток, затянулся и она упустила дочь. Алена собралась то ли замуж, то ли набить новые шишки. Пришла пора споткнуться, упасть, встать и отряхнуться, как Аленушка любит говорить. Пока младшая Рапунцель развлекается с Максимом Колесниковым, Ебаров намеревается забрать у загулявшей Савкиной ребенка. Желание переселить сына в свою комнату Ебаров прикрывает благими намерениями и ложным беспокойством, что Алена не высыпается ночами. Естественно, он болит Рапунцелей, зная, насколько болезненно эта тема для Савкиной и ее семьи. В ночном эфире Дома 2 Ебаров переступил черту и создал прецедент. Он сказал своей подруге Анастасии Гол, что нужно забрать Богдана к себе, поставить кроватку, заботиться о мальчугане. Алена будет приходить к мальчику навещать, брать его на прогулку, а жить малышу можно и с папой. Вот что значит, Ебаров один раз покормил ребенка. Скоро эту тему раздует и случится громкий скандал, потому что Савкина уже устала писать в социальных сетях, насколько она хорошая и заботливая мама. А в эфирах ее постоянно подставляют монтажеры. То под присмотром бабушки находится Богдан, то у матери Ани Левченко засыпает, то по самой Левченко скачет, а чаще всего с ним сидит Настя Голд. Ну уж точно не Савкина. Вот и выглядит Аленушка со стороны непутевой, а может и не выглядит. Она уже никак не докажет то, что забота о сыне лежит целиком на ее плечах. Ебаров это знает и забросил провокацию для редакторов и сценаристов. Вроде бы пошутил, а тень на репутацию Аленки, за счастье которой он будто бы ратует, навел. Ждем ответку от Савкиной, за ней не заржавеет. Ставшие родителями Кристина Ослина и Андрей Черкасов держат в тайне имя своего первенца. Ранее Андрей откровенно признался, что пока не готов делиться с фолловерами сокровенным и попросил дать ему время. Впрочем, любопытные пользователи социальных сетей узнали все сами. Якобы Черкасов допустил оплошность и показал в сети кроватку с сыном, на которой написано его имя. К слову, многих даже это удивило, что мальчика Андрей назвал Марком, ведь когда-то мечтал о святополке. Впрочем, и Ослина и Черкасов в один голос твердят о том, что дали сыну совсем другое имя. И не меньше тех, кто их знает, удивлены версии с Марком. Молодые родители уже попросили подписчиков не верить сплетням желтой прессы и пообещали совсем скоро раскрыть тайну. Виктория Бонни является одной из немногих, кто отказывается верить в коронавирус. На страничке своего инстаграм Виктория охотно вещает о чипировании людей, излучении 5G-вышек и о том, кому именно выгоден обман с распиаренным вирусом. Сама Вика, как оказалось, против паники и банального ношения масок. К слову, из-за отсутствия средств защиты Бонни уже выгнали из магазина в Монако. Вероятно, Бородина придерживается иной точки зрения. По крайней мере, пройти мимо высказывания экс-подопечной Ксюша не смогла. Ведущая телестройки открыто постебалась над Викой, которая, по ее мнению, наконец начала развиваться. Вот только попросила ее не играть в доморощенного специалиста всех направлений. Бородина в бешенстве от того, что многие в одночасье стали экспертами. Ксения отметила, как много людей теперь, при этом даже не имея должного образования, раздают советы. А те, кто их слушает, рискуют не просто заболеть, но и даже погибнуть. Яна Захарова не зря переживала, наблюдая, как симпатичный ей Женя Ромашов сближается со своей бывшей девушкой Юлей Белой. Несмотря на советы участников и ведущих бороться за Ромашова, Захарова решила повременить и понаблюдать за его поведением. Евгений сразу же слился и сказал, что флиртовал с Яной по-дружески, а чувства у него к другому человеку. Ромашов не устоял перед волшебством с Юлей Белой и, когда предоставилась возможность, уединился с ней в отеле без камер. Захарова оказалась не только использованной Ромашовым для маленькой мести Белой, но и опозоренной. Пострадало ее самолюбие, поэтому Яна в эфире «Острова любви» спровоцировала потасовку с Юлей и всячески пыталась ее унизить, а толку ноль. Ромашов все равно пошевелил Белую в отеле и теперь Яну постоянно вызывают на ток-шоу, как на допрос, чтобы она комментировала чужие отношения. В принципе, комментировать участников – любимое занятие Захаровой. У нее хорошо получается поливать грязью других, когда у самой рыльца в пушку. Все-таки не напрасно Антон Бекушев постоянно пытался соединить Юлю и Женю. Завтра главной темой дня будет очередное слияние влюбленных под действием виноградных напитков. А что дальше? Новые ссадины, синяки у Белой и рукоприкладство со стороны Ромашова? Или эта пара сможет начать отношения не с очень чистого листа, но все-таки с нового? Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк! Интересная новость с сайта шлок! Во время очередной номинации на вылет в студии появилась бывшая участница, хорошо знакомая с зрителем. Стало известно, что Анастасия Болинская хочет попасть на проект с помощью Евгения Ромашова. И ведущие обеспокоены судьбой этой девушки. Ее с радостью примут назад и уже нашлось несколько кандидатов строить отношения с бывшей участницей. Болинская во время шоу «Бородина против Бузовой» села на диван с намерением разоблачить ложь Данила Сахнова, который переписывался с Миленой Безбородовой и рассказывает ей о всех событиях, происходящих в периметре. Настя утверждает, что Даня ведет нечестную игру. Он позер и провокатор, который из себя ничего не представляет, поэтому пытается унижать девушек и крутится в эфирах за счет гнилых и подлых тем. С Болинской можно было бы согласиться, не будь она сама человеком, который постоянно в сторис выкладывает подписчикам новости о Доме 2, хайпует, рассказывая о гонорарах и отношениях участников, постоянно скребется в ворота, чтобы проникнуть назад. В вопросе любви к бесплатной колбасе Болинская ничем не отличается от Сахнова. Единственное, что он сидит в одиночках и портит нервы участникам, а она непременно притянет за собой в периметр Алексея Кудряшова, как было уже не раз. И никакой Женя-музыкант ей не интересен. Настя старательно изображает симпатию к Ромашову, но он находится на острове любви, а на поляне ведущие пристраивают к ней Павла Бабича, которого не могут раскрутить уже несколько недель. Вернут ли Настю на Дом 2, как запасной аэродром для Ромашова? Или время Болинской давно ушло, и хабалок на проекте, и без нее предостаточно? Всего пару недель общения и две ночи, проведенных в одной постели, ровно столько вытерпела Алена Савкина, прежде чем отдаться новоиспеченному бойфренду. О случившемся накануне ночи девушка прямо с утра рассказала своему бывшему Илье Яббарову. Правда, без особого восторга и энтузиазма. Судя по всему, Колесников получил свое и ретировался. По крайней мере, именно так считает сама Алена. Девушка обратила внимание на то, что сразу после волшебства у Максима пропал интерес. И теперь куда больше времени он проводит не с ней, а в компании парней. К слову, подобное удивляет только саму Алену. К примеру, Яббаров убежден, что этого следовало ожидать. Более того, саратовский шансонье, как оказалось, и сам не прочь пообщаться с Максимом поближе, лишь бы держать его подальше от матери своего ребенка. Еще до отлета на Сейшелы Александра Черно крупно поскандалила с Андреем Черкасовым. Многие помнят, как из-за глупости и хамского поведения будущей мамочки сдали нервы одного из самых спокойных ведущей. Причем настолько, что его даже спешно пришлось заменить Владом Кадонием. Не лучшим образом Александра вела себя и на Сейшелах. К примеру, девушка довела до истерики Антона Бекушева. Неопытный ведущий не сумел выдержать натиска подопечной и плакал вдали от камер. При этом спустить Сашу с небес на землю пришлось Роману Капаклы, который пообещал ежедневно троллить коллегу по цеху, если нечто подобное повторится. А вот теперь Черно добралась до Ольги Бузовой. Сразу по возвращении Сейшел Ольга призвала к Сашу к ответу и отчитала за выходки на острове любви. Однако супруга Иосифа Оганесяна и не подумала извиняться. Вместо этого Черно обвинила Ольгу в некомпетентности и поспешила нажаловаться на нее организатором. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok